Рада приветствовать всех, уважаемые коллеги, на нашем сегодняшнем вебинаре. И сегодня мы поговорим с вами о том, как стать автором книги, издать свою книгу, какие для этого есть возможности в издательстве Директ Медиа. Ну, издательств, конечно, много, и мы всегда делаем выбор в пользу того или иного варианта. Конечно, хотелось бы рассмотреть все возможности для того, чтобы принять для себя решение, сделать выбор. Ну, вот поэтому я сегодня вас и хочу познакомить с теми возможностями, которые дает в этом плане издательство Директ Медиа. Что здесь есть, какие преференции может получить автор, какие есть условия. Конечно, все рассмотреть во всех подробностях за один час, скорее всего, не сможем. Ну, контакты я вам тоже обязательно оставлю, и если вопросы будут возникать, можно будет написать уже непосредственно редакторам и с ними решить эти вопросы. Ну, к тому же я видела, что среди наших участников есть представители редакции, издательство Директ Медиа, и попрошу, если увидите какой-то вопрос в чате, касающийся каких-то аспектов, на которые я, может быть, не смогу ответить, какие-то очень такие конкретные узкие вопросы, большая просьба, тогда в чат тоже подключайтесь, напишите ответ или что-то посоветуйте нашим авторам. Так что без ответов на вопросы мы вас не оставим. И сегодня мы с вами рассмотрим три основных вопроса у нас на повестке дня. Касающиеся темы авторства электронного издания, возможностей, предоставляемых издательством Директ Медиа для авторов. Ну, для начала мы познакомимся с самим издательством. Ну, в общем-то, это одним из наших первых вопросов и будет. Затем чуть-чуть рассмотрим процесс, да, издание электронной книги, ответим на вопрос, кто как может стать автором, что происходит с рукописью в этом черном ящике, когда мы ее туда отправляем, основные моменты, ну и самое главное, на что обращать внимание авторам при подготовке своей рукописи, при передаче в издательство, ну, на этих этапах издательских циклов, что самый основной момент, который авторам важно учитывать и помнить. Посмотрим про личный кабинет правообладателя. Это один из, ну, уже, наверное, не новинка. Ну, полгода назад уже еще была новинкой. Какие преимущества дает он? И еще расскажу о некоторых возможностях, которые есть в издательстве, для авторов, как можно еще издать свою книгу. Ну, начнем с самого начала. Знакомство с издательством Директ Медиа. Издательство не новое. Существует с 2002 года. Занимается изданием научной и учебной литературы. И за это время было подготовлено огромное количество книг. Почти 10 тысяч изданий. Ну, если совсем точно, то 9822. Это и авторские издания, и репринты, и книги Золотого фонда переиздания. Ну, и по каким темам издаются книги, вы видите на слайде. Это учебная литература, это научно-популярная, нон-фикшн, научные монографии. Это и мультимедийные вещи, и диски, и видео, и художественные альбомы, и много-много чего еще есть. Очень интересный формат интерактивных книг. Книга в формате PDF, например, существует, или в печатном виде. А тесты к этой книге, учебное пособие или учебнику, они существуют в интерактивном виде. Вот то, о чем коллеги рассказывали и представители отдела разработки, был вебинар на эту тему, и, по-моему, Константин Николаевич Костюк, генеральный директор, проводил тоже. Не один раз вебинар по теме песочницы контента. Вот это все, то есть получается такой комбинированный ресурс, как раньше издавали, помните, книжки, печатная и диск, особенно по иностранным языкам. Ну, вот, может быть, печатная или цифровая книга и интерактивные тесты к ней. Вот в таком формате тоже есть вариант издать свое произведение. И авторов. Авторов тоже большое количество, почти 4000 человек, а если точнее, то 3964 по последним данным, которые мне удалось раздобыть в издательстве. И среди наших авторов очень много и ученых различных сфер и направлений деятельности, преподаватели вузовские из России и из рубежных стран, это и ведущие специалисты в своих отраслях практики, практикующие профессионалы. То есть контингент достаточно широкий и интересный. И на сегодняшний день в прайске издательства более, намного больше 3000 учебников и монографии, научно-популярной, классической литературы, различных художественных альбомов, мультимедийных изданий. Появляются новые виды изданий, такие, как, я вам уже сказала, учебники с интерактивными тестами. Очень интересный формат. Обратите на него внимание, если вы занимаетесь педагогической деятельностью, преподаванием, то это значительно расширяет возможности по организации учебного процесса. Ну и, соответственно, эффективность использования учебного контента тоже при этом повышается. Ну вот такой спектр издается. Среди наших авторов очень много людей именитых. Вот примерно из списка топ-5 авторов нашего издательства. Вот чуть-чуть вам из этого списка привожу примеры, кто издается в Директ Медиа. Ну, как видите, место, вакантное место, свободное оно ждет вас. Издательство открыто для взаимовыгодного сотрудничества на различных уровнях. Если мы говорим о учебных заведениях, это и на уровне университета, факультета, кафедры и отдельных авторов. Предлагается полный комплекс услуг по изданию электронных и печатных книг с использованием новых технологий. И немножко еще из наших авторов, из списка топ-5 авторов учебников и учебных пособий. На них акцентирую свое внимание, потому что в конце я вам еще покажу одну возможность, как можно опубликовать свое учебное пособие или учебник, если они у вас есть, или вы их пишете, или только-только недавно издавались. Какая есть еще возможность для публикации в издательстве. Ну и вот тоже место вакантно. Пожалуйста, предлагайте свои учебные пособия и тоже будете в этом списке топ наверняка попадете. Кстати, очень интересный автор Владимир Викторович Моисеев. И вот в рамках продвижения наших авторов среди вебинаров вы наверняка видели, и они будут продолжаться, серии встреч с авторами наших книг и учебников, учебных пособий, которые у нас создаются. Вот недавно у нас был, прошел вебинар Владимира Викторовича Моисеева. Очень интересная тема была, и очень интересный спикер, очень интересно рассказывал. Если заинтересуетесь, посмотрите. Действительно, очень интересная информация была на этом вебинаре. Можете посмотреть, ссылочки я вам дала, и в нашей группе шла прямая трансляция, и вот записи вебинара на YouTube, и как удобнее можно будет познакомиться с этим подробнее. Что можно издать в электронном виде? Ну, в основном издательство Директ Медиа, мы уже говорили, это издательство электронных книг. Это могут быть и новые издания, и переиздания. Это новые издания, это могут быть и монографии, учебники, учебные пособия, методички и все прочее. В зависимости от ценности книги, издательство может брать на себя значительную часть расходов на полные издания с выплатой гонорара, естественно, или роялти, но это уже по условиям договора. Но самое главное, что индивидуальный подход осуществляется в издательстве каждому автору, каждой книге и, возможно, различные условия. Поэтому про цены сразу скажу, что говорить не буду. Это в каждом случае с каждым автором обсуждается отдельно. Есть возможность и переиздания книг, которые выходили в бумажном виде. Это могут быть и различные сборники статей трудов, опубликованных в научных журналах, сборники конференций, тематические сборники, книги, выходившие в печатном виде, ну и многое-многое другое. Книги принимаются к печати после утверждения редакционным советом издательства. Если принято такое решение, то все замечательно, книга идет в производство. Есть возможность печати по технологии print-on-demand. Книги в основном размещаются в цифровом формате, а вот если нужны печатные варианты, это всегда можно, используя технологию print-on-demand, то есть печать по требованию, осуществить и получить печатные варианты своих книг. Ну и популярность электронных книг сейчас достаточно велика и продолжает расти. И для научной литературы, учебной литературы, вот такой электронный формат представления информации, он становится основным и приоритетным. И он действительно очень удобен для использования и продвижения. Донести свою книгу до аудитории через электронные каналы ЭБС, электронно-библиотечные системы, электронные ресурсы, сайт открытого доступа и прочее гораздо быстрее и легче, чем через обычные традиционные каналы провести печатную книгу. Поэтому основное это электронное издание и плюс к нему, используя технологию print-on-demand, всегда можно в издательстве нужное количество экземпляров заказать и распечатать. Это тоже всегда можно сделать. И по электронным книгам, какие есть преимущества и что выходит в нашем издательстве. Почему эта форма передачи информации пользуется таким большим спросом, успехом и популярностью? Здесь все очень просто. Во-первых, электронная книга может быть загружена на самые различные устройства для чтения, те же планшеты, ноутбуки, ПК, смартфоны, ридеры, читалки. И более того, на одном носителе можно хранить десятки, а то и сотни книг. Это удобно. Во-вторых, можно мгновенно доносить свои мысли и идеи читателям для того, чтобы получить электронную книгу. Ему не нужно идти в магазин, искать ее по разным магазинам, дожидаться посылок и так далее. Это быстро. Заплатил, тут же скачал, получил все. Можно пользоваться. Более широкий охват аудитории. Читатели не только из России, но и за границей, из любого уголка земного шара они спокойно могут получить эту книгу достаточно быстро и применять ее тут же уже для своих целей и потребностей. Время. На издание электронной книги времени уходит гораздо меньше, чем на издание печатной версии. Если на бумажную где-то полгода-год, ну вот у нас книга в печатном варианте выходила где-то до если убрать этап подготовки самого, самой рукописи, то вот именно редакторский цикл это где-то полгода, чуть больше полугода это заняло. Это достаточно значительный такой срок. А электронную книгу можно издать в среднем за месяц. Плюс-минус, там, пара недель. Иногда, если мы говорим о подготовке монографии или каких-то публикаций, сборников, книг, иногда время играет для нас значительную роль, особенно если это идет под диссертацию, при подготовке диссертационного исследования здесь время играет значение. для преподавателей очень часто требуется в рамках публикационной активности издавать не менее одной монографии или одного учебного пособия от кафедры в течение года, каждый учебный год, или каждые два года, или каждые три года. Я не знаю, как сейчас. В воздуху всех, наверное, по-разному, но требования такие кафедрам предъявляются. И здесь тоже время играет свое значение. Чем быстрее, тем лучше мы пройдем вот этот издательский цикл. Но здесь мы не затрагиваем время, сколько мы ее будем писать и готовить рукопись. Это уже немножко другой вопрос. А в издательстве Директ Медиа сейчас есть возможность издавать книги очень быстро. Если готов макет, если готова рукопись уже в готовом варианте и осталось только напечатать все формальности, соблюсти, чтобы это было официальное печатное издание, то где-то двух недель. То есть даже вот за такой короткий строк можно издать книгу. Ну и опять же нет затрат на доставку в тиражирование. Можно продавать бесконечно большое количество копий, при этом ничего не теряя на затратах. Ну и экологичность, естественно, древесину не расходуем, леса сохраняем. И технология Print on Demand позволяет существовать книги сразу в двух форматах. Она является и электронной, и мы можем получать бумажную версию, бумажную копию, если это необходимо, например, в рамках каких-то требований. Мы это можем продъявить и сделать достаточно быстро. Еще из плюсов электронной книги. Да, но и вот новые форматы... Ой, где моя указка? Вот. Но и новые форматы появляются в книге не только в формате PDF. Если вот любую... В каталоге даже откроете любую карточку в нашей университетской библиотеке онлайн, вы увидите, что в каких форматах существуют книги, и на сайте Директ Медиа тоже это можно увидеть. Ну вот не только PDF, есть еще разные форматы. Отключаем мобильные устройства, и, соответственно, это, конечно, тоже способствует большему распространению электронной книги. Иллюстративный материал, тоже более интересный формат. Цветное исполнение, а не только черно-белое. И необходимые иллюстрации даже в цветном варианте вы, как авторы, можете включать в сам документ либо передавать отдельными от текста файлами в форматах JPEG, PNG и прочих. Можно это сделать по электронной почте через личный кабинет на сайте. И вот в таком цветном варианте они, как представлены автором, они так и пойдут в печать. Но есть еще такой момент, что присланные изображения или найденные нами изображения могут оказаться низкого качества, и в таких случаях необходима работа по их усовершенствованию, по доведению этих иллюстраций до ума, чтобы они были не только приятны на взгляд своим цветным оформлением, но еще и, особенно если это какие-то схемы, какие-то диаграммы и прочее, чтобы они еще были читаемы и хорошо воспринимались как в электронном виде, так и в печатном, когда книгу будем распечатывать. Поэтому со стороны издательства такая помощь тоже может быть оказана в подборе иллюстраций. Или, например, вы, как автор, знаете, какая иллюстрация здесь должна быть. Вот я ее вижу, как она должна быть, но ничего похожего, ничего найти в открытых источниках интернета не могу, а сам я рисовать не умею. В этом случае тоже со стороны издательства может быть оказана помощь и в подборе иллюстраций. Ну и опять же в качестве случаев, в ряде случаев, иллюстрации нужно обязательно легализовать. Помним об авторских правах, не все, что мы можем взять из интернета, может пойти в официальное издание. Поэтому этот вопрос тоже в издательстве, естественно, отслеживается, согласуется с автором, так, чтобы потом к вам, как автору, не было претензий. И вот на этот момент тоже обращайте внимание, если вы подаете книгу к изданию про вопрос с иллюстрациями, обязательно в самом начале оговорите, вашу книгу принимают, к рассмотрению. И вот на этом этапе, как только вы видели, что все, пошло согласование, обязательно уточните вопрос, нужна ли вам помощь по иллюстрациям. Есть ли такая необходимость проверить, все ли авторские права по иллюстративному материалу вы соблюли, потому что потом, после выхода книги, не было претензий ни к издательству, ни к вам. Обязательно этот момент уточняйте с редактором, будет ли проводиться такая работа, и что нужно сделать, и постоянно держать контакт. Это очень серьезный вопрос, поэтому сразу себе на заметочку берите. с иллюстрациями, очень и очень осторожно и аккуратно. И дальше, переходя к изданию электронной книги, о чем важно помнить авторам, когда мы подаем свою рукопись. Есть несколько этапов. Этап подготовки рукописи, передачи ее в издательство, дальше начинается черный ящик издательской работы, и после выхода в свет уже начинается этап продвижения, который уже на виду. Подготовку рукописи мы здесь рассматривать не будем, ну, кроме основных моментов, на что обращать внимание. Дальше я вам об этом скажу, какие важные моменты нужно помнить авторам, когда идет вот эта вот работа, издательская работа, корректура, редактура, верстка, все вот эти выходные данные. Вот эту вот часть вы как раз уже на этапе подготовки рукописи можете учитывать и можете формировать, обращать на нее внимание, подготовиться к ней, чтобы вот здесь не терять много времени на вот эти моменты. Ну, про написание текста точно говорить не будем, это немножко тема совершенно других вебинаров. Про подбор иллюстративного материала мы чуть-чуть сказали, и важный момент, обращаю ваше внимание, для научных изданий. Если вы издаете научную монографию, например, то получение рецензии, оно обязательно должно быть очень хорошо, когда на этапе передачи рукописи в издательство у вас уже на вашу рукопись есть рецензии, которые можно уже приложить. Да, либо на вот этих этапах, когда идет издательская работа, ну, то забудьте, чтобы с поиском рецензентов, кто может дать рецензию. Опять же, если таких рецензентов у вас нет, согласуйте этот вопрос с редакторами на этапе передачи рукописи в издательство. Можно попросить помощь, я надеюсь, что наши редакторы тоже смогут вам помочь, подсказать и найти таких экспертов, тем более, что есть экспертное сообщество в директ-медиа, ну, наверное, там тоже можно будет найти таких людей, которые могут дать рецензию на вашу рукопись. Дальше у нас начинается и особое внимание на соблюдение авторских прав, то есть то, о чем мы с вами говорим, оформление ссылок, список литературы, тоже на этапе подготовки рукописи лучше это все правильно оформить здесь, чтобы вот здесь не терять время, ни редактором, ни вам, на правильность оформления ссылок, списков, источников и прочего. Тоже уточнить, в каком виде оформляются, нужно оформлять ссылки, затекстовые или подстрочные для вашей книги. И уже самостоятельно, потихонечку на этапе подготовки вы это можете сделать, потому что здесь вы сроками не ограничены, проверить что-то, переправить, может быть. С тем, чтобы вот здесь, на этапе издательского цикла, не терять много на это времени. Естественно, вам помогут, подскажут, но опять же, смотря какой цикл мы выбираем. А дальше у нас начинает, когда материал уже готов, все у нас, самый первый этап, это передача рукописи в издательство. Здесь есть два варианта, как мы можем это сделать, либо через онлайн-подачу материала, материала через сайт, либо отправка по e-mail. Обратите внимание еще, в каком формате подается текст. Это либо вот эти три варианта файлов, они указаны в самой заявке, но и заранее вам говорю, чтобы вы могли сразу из того, что у вас есть, переформатировать в тот формат, который требуется. Либо обычный док, это вордовский обычный документ, либо txt, либо rtf расширение. Иллюстративный материал, либо jpeg, png, gif. Иллюстрацию вы можете вставлять в текст, можете, как мы уже говорили, с вами отдельными файлами присылать, собрать в папочку, и самое главное, чтобы только вот эти расширения были, этот формат. И дальше его приложить к тексту. Самый лучший вариант, вот по собственному опыту могу сказать, что можно вставлять иллюстрации сразу, например, в вордовский формат, в текст. Ну, по крайней мере, редакторы и верстальщики, они увидят, где это должно быть в тексте, где вы подразумеваете размещение того или иного рисунка. И отдельно приложить их еще папочкой. Соответственно, все рисунки должны быть пронумерованы и единообразно, чтобы в этой папочке можно было найти нужный рисунок очень быстро, то есть нумерация в тексте и нумерация рисунка в этой папочке, они должны совпадать. Вот это тоже на этапе подготовки материала к отправке в издательство, имейте в виду. Почему отдельно приложить иллюстративный материал наилучший вариант? Даже если мы его вставляем в текст, приложить его отдельно с тем, чтобы художники могли посмотреть, редакторы могли посмотреть, если качество в самом текстовом формате не очень устраивает, может быть, что-то у нас при вставке пошло не так. А самый исходный материал, самый исходный рисунок, он достаточно приемлем, и тогда уже его легко отсюда, из этой папочки добавить к нашему материалу, и все будет хорошо. Вот, это то, что касается требований к материалам, которые вы прикрепляете отдельным файлом или отдельными файлами. На электронную почту адреса здесь есть, вот по этим двум адресам можно отправлять свои рукописи. Так, точно так же, как фотографии, точно так же, как и иллюстративный материал. Так, сейчас я вам... Вот, два мейла я вам сюда сейчас на всякий случай кидаю, и адрес, как подать онлайн-заявку. Тоже сейчас вам в чат размещу, покажу. Как можно разместить фотографию в электронной книге. Ровно так же вы текст все равно готовите в уродовском формате, просто туда вставляете фотографию. Вот и все, она пойдет, как иллюстративный материал. И отдельно ее в папочку еще тоже прикрепляете. Ну и напоминаю, научные рецензии для научных изданий – это обязательный элемент. Как разместить, подать онлайн-заявку через сайт? Заходите на страничку. Страничка вот она. Вот она. Заходите вот на эту страничку, и там вы видите, во-первых, на этой страничке находятся все условия и требования к оформлению материала, рукописи для передачи в издательство. Такая напоминалка. Информация для авторов дополнительно. И дальше идет заявка на издание. Заявка на издание состоит из двух частей. Вот здесь не торопитесь. Здесь лучше заполнять ее, не спеша, не торопясь, проверяя все данные и только потом нажимая кнопочку «Отправить заявку». Две части. Информация об авторе, информация о книге. Вы можете зайти, посмотреть на этой страничке, чтобы заранее знать, какую информацию указать, составить ее на вордовском файлике, например, отдельно, и потом просто копипастом сюда вставить. Обязательно данные об авторе. Вот у нее здесь есть все контакты для обратной связи. И информация о книге. Вот это тоже обязательно к заполнению поля. Название книги можно «Рабочее». Оно может поменяться, когда будете уже приметься к рассмотрению, будет принято к рассмотрению и пойдет в работу. Здесь вы можете тоже с редактором обсудить окончательный вариант, как будет называться ваша книга. Опять же, с учетом того, как она будет распространяться и какое название здесь лучше подойдет. Количество иллюстраций. Вот помните, я вам говорила, отдельно можно в текст вставить, а можно еще и отдельной папочкой. Когда вы собираете иллюстрации в отдельную папочку, вы уже точно можете сказать количество иллюстраций. Или хотя бы примерно от до. У вас уже есть представление о том, сколько у вас будет иллюстративного материала. Целевая аудитория. Обязательно прописываем. Вот это то, что нужно продумать очень так основательно, потому что фактически это то, что пойдет в вашу аннотацию к вашей книге. Объем в страницах, дата готовности и чем полезна книга. Опять же, это информация, которая потом пойдет в аннотацию. Либо она уже у вас есть в аннотации, тогда вы ее просто вытаскиваете сюда. И жанр. Вот основная краткая информация, которую вы указываете. Ну и если есть какие-то особенности, вот чем полезна эта книга, здесь это тоже можно указать. Например, вы написали учебное пособие, аналогов которому нет. Но вот обязательно вот здесь это нужно будет указать, что есть такая дисциплина в учебных планах подготовки бакалавров или магистров вот таких-то. А вот учебного пособия по этой дисциплине нет. У нас так с тайм-менеджментом было. Когда ввели в учебный план эту дисциплину, а учебника еще не было. Ну вот пришлось быстро написать, издать. И вот это вот было такое первое непереводное учебное пособие. Именно учебное пособие, рассчитанное на высшее учебное заведение, ну и на всех, кому это интересно. Вот это вот обязательно здесь указать. Дальше вы прикрепляете, нажимаете кнопочку «Прикрепить файл» и вот свой подготовленный файл текстовый. Если есть еще папочка с фотографиями, тоже с иллюстративным материалом, вот эти файлы прикрепляете сюда. И обязательно вот этот момент тоже учитывайте. Прикрепить полное содержание книги, то есть всю рукопись мы прикрепляем, от трех печатных страниц аннотацию. Если есть аннотация, то лучше, чтобы она была, ее тоже можно отдельным файлом сюда прикрепить. И дальше вы отправляете заявку. Все, на этом ваша миссия закончилась. Дальше начинается процесс создания книги. Но, естественно, у авторов возникает вопрос. Вот я все отправил, а дальше что? А дальше в течение недели, может быть, раньше, ваша заявка будет рассмотрена. Я знаю, что редакторы очень быстро просматривают эти заявки. И в случае положительного решения, то есть все прикреплено, все правильно сделано, все хорошо, она отдается на рассмотрение в редакционный совет, где это можно будет отследить. И вам дается обратная связь, что ваша заявка принята, вы же указали свои обратные контактные данные, что книга пошла в рассмотрение. Ну и дальше мы ждем, процесс запустился. Так, сейчас увидела вопрос в чате, немножко сбилась. Чтобы не мучиться долго, есть еще такая функция, как личный кабинет, про который я вам расскажу. И вот там статус прохождения книги, он тоже будет отображаться. То есть подав заявку, вот там и заведя себе личный кабинет, вы там уже сможете отслеживать, как идет в работе ваша книга, на каком этапе она находится. Ну и естественно после этого редакторы будут с вами на связи, какие-то вопросы будут возникать, уточнения потребуются, естественно, все. Вы уже будете в курсе, что процесс пошел. И дальше, если через неделю вы не получаете ответа от редакции, там принята ваша книга, пошла она в работу или нет, не сочтите за труд, напишите адреса, я вам чуть выше разместила, электронной почтой. Вот по второму, особенно, адресу yuliasobachka.directmedia.ru просто можете написать вопрос, каково решение, принято или отклонено. Все может быть. Может быть и какой-то сбой на этапе загрузки нашего материала или передачи заявки, не зависящие ни от нас, ни от вас, ни от издательства, ни от нас с вами, как авторов. Все может быть, поэтому лучше, а может быть оно вообще не дошло, а мы сидим здесь и ждем. Вы лучше напишите, уважаемые коллеги, отправлял вам тогда-то, тогда-то заявку, такая-то книга, такой-то автор, подскажите, пожалуйста, она принята или отклонена. Уточнить, ничего страшного в этом нет, всегда лишним не будет. Также со статьями очень часто в научных изданиях, когда подаем, мы потом смотрим, там, срок рассмотрения до двух недель. Но если через две недели мне не приходит ни да, ни нет, и я не понимаю, вообще принята моя статья или нет, а надо срочно издавать, понятно, что идет потеря времени. Я напишу сама в издательство и уточню, каково решение. Здесь тот же самый вариант, не забудьте просто написать и уточнить, и дальше уже принимайте решение. Принимаются ли к рассмотрению заявки на издание учебной литературы на иностранном языке? Ирина Степанова, да, я знаю, Юлия, подключайтесь к ответу на вопрос. Я знаю, что есть в ВБС, университетская библиотека онлайн, книги на иностранных языках, в том числе и учебная литература, так что, возможно, да. Предельное значение Анастасии Миролюбова, предельное значение издания электронного учебника, предельное значение чего? По стоимости, по цене или по объемам, или же какие-то по стоимости. По стоимости, Ирина, это лучше. Так, Анастасия, по стоимости, по прайсу точно не скажу. Это лучше связаться с редактором. Вы напишите просто, какое учебное пособие. Здесь много играет значений свою роль, и его уникальность, и сложность работы, и какой цикл издания книги вы выберете. Или полный, или оптимальный, как вы будете издавать. Здесь совершенно разные варианты могут быть. И, мало того, есть еще система льгот и скидок. Она меняется, поэтому я вам точно сейчас, прямо на вебинаре, не могу сказать, не знаю, что вы хотите предложить. Самый лучший вариант. Вы отправляете заявку. Это ни к чему вас не обязывает. И дальше производится расчет. Уже с вами редактор сам подсчитывает в индивидуальном формате сколько, чего, как, и все. Есть уникальные издания, которые принимаются в том числе и с очень-очень хорошими скидками вплоть до бесплатных вариантов. И, кстати, если, Анастасия, вас интересует стоимость издания электронного учебника, вот чуть попозже я вам скажу одну очень хорошую возможность, как можно вообще бесплатно издать свой учебник. В самом конце расскажу. А дальше уже можно на переиздании связываться с редакцией и обсуждать этот вопрос. Рабочие электроны возникли в... Так, Елена, да. Да, Елена, в конце вебинара обязательно дам. Вот. Так вот, от чего стоимость еще будет зависеть, а также сроки и множество других факторов. Какой цикл издания книги вы выберете? Это будет полный цикл или оптимальный, или авторский? Полный цикл это весь комплекс издательской работы, который осуществляется издательством. Здесь практически все ложится на плечи издательства и редакторов. И, естественно, это идет за счет автора на гранты. Да, тоже если выделен грант на написание этой книги, то эти средства тоже можно сюда пускать. Это дороже. Это дороже. Но на авторы, для авторов это может быть проще и легче. Но дороже и плюс время. это может занять более длительный процесс. Больше времени. А вот оптимальный или авторский цикл это когда книга принимается в авторской редакции. То есть вы полностью все самостоятельно подготовили. Вот его чаще всего как раз выбирают. Здесь работает технология print-on-demand. То есть книга издается в электронном виде. Мы говорили, что это быстрее делается. По требованию уже печать необходимого количества печатных экземпляров. да, тоже за счет автора, но намного дешевле. Потому что часть работ по корректуре и редактуре она ложится уже на плечи автора. Насколько это легче для самого автора сказать сложнее. Наверное не так все просто. Но время на издание книги и стоимость издания значительно сокращают. Поэтому здесь уже в образовании либо ни о чем не заботимся, но за это платим, либо озаботились гораздо быстрее, дешевле, проще, но при этом мы сами отвечаем за тот материал, который мы издаем. Конечно, помощь редакция будет оказывать, редакторы будут оказывать, но основной объем работы он в этом случае лежит на плечах автора. И вы можете встретить, сейчас очень много появляется особенно сборников, где прямо на обороте титульного листа указывается, что в авторской редакции, издание в авторской редакции. То есть вот как раз этот оптимальный процесс использовался. Поэтому корректура и редактора в оптимальном варианте они на совести автора остаются. Корректура это проверка текстов на правильность написания, оформление ссылок и списков они тоже относятся к этой области корректуры. И редактура повышения качества текста, но в оптимальном процессе его, конечно, уже нет. Вот как подали, так оно и пойдет в печать. Поэтому здесь автор сам должен за этим посмотреть. А вот при полном процессе здесь это осуществляется. Вот поэтому оформление списков и ссылок вот где оно пригождается, чтобы на этапе корректуры правильности этого оформления вам могут просто из редакции сказать, что у вас здесь неправильно оформлено в таком-то виде, а дальше вы уже сами делаете. Вот здесь как раз наши библиографические циклы для небиблиографов они и могут пригодиться, когда мы разбираемся вот эти вопросы. И вот оно где вот это понимание структуры, например, библиографического описания и ссылок, они оказываются важны для авторов. Нам самим это приходится делать. Поэтому вот этим вопросом лучше озадачиться не на этапе издательского цикла, а заранее, еще до подачи рукописи в издательство, все посмотреть, какие-то сложные моменты для себя на заметочку взять, и пока идет, принимается решение, вы с этими вопросами можете разобраться, чтобы потом в случае чего подать уже исправленный вариант, но не тратить много времени на этапе издательского цикла. Верстка. Третий этап. Разработка оригинал макета. Разработка оригинал макета, она включает в себя дизайн самого текстового блока, как будет выглядеть текст, различные вкладки, другие части книги, и выполнение компьютерной верстки. Вот этот этап, то, что делает редакция точно издательства, то есть верстают вам текстовый вот этот блок, все вкладки, осуществляют компьютерную верстку, и после того, как оригинал макет подготовлен, его обязательно согласуют с автором. Вот это тоже очень важный момент, есть две итерации, они входят в стоимость, за них доплачивать не нужно, это то, что осуществляется в обоих циклах, вы согласу, согласовка, согласование оригинал макета. Если нужно внести какие-то правки и дополнения, очень внимательно на этом этапе, потому что у вас две бесплатные, условно-бесплатные итерации, за все остальные нужно доплачивать, поэтому здесь тоже время понадобится, чтобы, но это важный момент, чтобы потом не было огорчений, что ой, а я не так хотел, ой, а мне не так сверстали, с вами согласовывали, поэтому здесь особое внимание, вычитываем, высматриваем все подробно до мелочей, все ли там, все ли так, хотелось бы, ничего ли не пропало, не добавилось ли лишнего и все ли соответствует вашему замыслу, как вы планировали, согласовали макет, вы говорите окей, или, например, внесли свои правки и дополнения, свои пожелания, отправили их, их исправили и присылают вам обратно, вот эти вот две итерации, они включены уже в стоимость, за них дополнительно платить не надо, а вот если понадобятся еще дополнительные какие-то согласования, или вы, ой, я отправил, согласовал, а тут мне пришла в голову идея, что можно сделать по-другому, ну, это уже будет дополнительная стоимость, поэтому на этом этапе очень осторожно при согласовании оригинал макетов, и что обязательно нужно проверять автором, в любом случае, будь то у вас полный цикл, особенно авторский цикл, тем более, что при авторском цикле вот это вот все, да, мы тоже, да, это мы уже делаем самостоятельно, ну, кроме ИСБН, ИСБН это редакция, а вот классификационные индексы БВК, УДК, авторский знак, копирайт еще мы не делаем, да, выходные данные и сведения, вот наше библиографическое описание, источник, аннотация, это пишет автор, особенно в оптимальном цикле, в авторском цикле, это все делаем мы сами, и вот поэтому вот эти все индексации, не даром же я вам все вот эти вебинары провожу, цикл библиографии для не библиографа, да, и про индексацию мы с вами говорили, про индексы, и про авторский знак у нас был вебинар, и про, уж тем более, выходные данные, которые вот сюда наоборот титульного листа у нас пойдут, как это правильно оформить, мы это все с вами разбирали, ну, и плюс аннотацию тоже, она у вас уже должна быть, в принципе, готова. Вот это обязательно, во-первых, делаем сами раз, во-вторых, обязательно проверяйте, когда вам присылают оригинал макет на согласование, перепроверяйте все, даже если, ой, я ничего в этих индексах не понимаю, пусть вот там специалисты, они мне все, вот сами все и сделают, да, они вам сделают, но со своей точки зрения. А у вас может быть совсем другое представление, в какой раздел должна пойти эта книга, а от этого будет зависеть, какие читатели ее найдут, и найдет ли эту книгу ваша читательская аудитория. Поэтому, когда вы занимаетесь индексацией, всегда учитывайте, на какую аудиторию вы рассчитываете. Это будут узкие специалисты, тогда можно более такие длинные индексы, более узкие индексы того же ББК, например, брать, да, а если рассчитано на более широкую аудиторию и не столь глубоко, да, узкоспециализированное у вас издание, то, наверное, имеет смысл взять более широкий индекс ББК, да, посмотреть, открыть сам классификаторы, посмотреть, что туда входит, что под этим подразумевается, потому что именно в этот раздел электронного каталога или библиотеки эта книга пойдет. и сразу смотрите, с точки зрения читателей, а он там будет это искать, и как, вот вы как читатель, как бы вы искали книгу, в какую тему, да, она пойдет, как бы вы свою книгу искали, если вы не знаете ни автора, ни названия, а просто вот по теме, вот как бы вы ее искали, где, куда в первую очередь пойдете, вот исходя, это тоже учитывайте, когда расставляете индексы. Ну и проверяйте авторский знак по таблицам авторских знаков, обязательно проверяйте, правильно ли. У меня был случай, когда у нас опечатались, ну, это, это никаких вопросов, ну, никаких претензий, ну, просто чисто была опечатка, да, в циферке. Вот было делано, на этапе вот согласования, на этапе разработки оригинал макета, ну, я понимаю, что это был человеческий фактор, это не страшно, но лучше перепроверить, да, лучше перепроверить, чтобы все уже было правильно. Что смотреть на, еще на титуле, обороте титульного листа и выходных сведениях. Вот мы говорили, есть выходные данные, вот они на обороте титульного листа, а есть еще выходные сведения, которые печатаются на последней странице, там, где про типографию, да, последняя страница книги. Вот что здесь, где находится, я вам такую подсказку сделала, и она в презентацию у вас будет, можно будет всегда открыть и посмотреть, что чем называется, что где указывается, чтобы вы и сами могли это составить, все, что можете, и потом проверить по оригиналу макету, все ли у вас есть на своих местах из того, что требуется вам, да. Но что-то у вас будет, чего-то у вас не будет, но вот такую подсказку я вам здесь делаю. То же самое выходные сведения, что где находится на вот этой последней страничке, что где посмотреть, и вот этот международный стандартный номер, он часто сейчас зашифровывается вот в виде такого штрих-кода, да, ну, вот то, что указано здесь, оно должно совпадать с тем, что указано вот здесь. Вот это тоже, смотрите, данные, которые здесь, они, некоторые из них повторяются и здесь в выходных сведениях наоборот, чтобы у вас и там, и там не было расхождений в повторяющихся данных, поэтому тоже проверяйте прям все вот до запятых, до точек, как написано. Это вот то, на что обязательно автору при согласовании оригинала макеты нужно обращать внимание, чтобы не было никаких потом вопросов. ИСБН обязательно книге присваивается. про ИСБН много, много говорить. Сейчас не будем времени у нас на это, во-первых, нет, во-вторых, у нас было про идентификаторы и вебинары мы проводили, и статья у меня есть, я вам тоже потом скажу, где ее можно посмотреть, более подробную информацию, но самое главное, что ИСБН обязательно должен быть, и он присваивается как печатным изданиям, так и электронным книгам, и даже различным электронным изданиям, мультимедийным ресурсам. Все это может быть, может и должно иметь свой номер ИСБН. Вот примерно на что присваивается, я вам здесь написала, более подробно я вам скажу, где посмотреть. Ну, в крайнем случае, на сайте Российской книжной палаты. Именно она присваивает номер ИСБН, это тоже важная составляющая книги, для книга издания, для книги торговли, это очень важный факт. Ну и, во-первых, если у вас нет ИСБНа на книге, то официальным изданием это не считается, поэтому обязательно он должен быть. Вот сейчас очень часто с этим сталкиваемся, когда со списками источников тех же аспирантов или магистрантов работаем, указывают, как книгу ИСБНа нет, у старых изданий может не быть, а у новых обязательно должны быть, а ИСБНа нет. Открываем сайт, просто кто-то написал, вот как рукопись выложил на сайт, да, и назвал это книгой. Ну, вроде как бы опубликовал, но это неофициальная публикация. В этом случае мы ее и цитировать будем, либо как страницу сайта, как электронный ресурс, либо как неопубликованный документ, но не как книгу. У нее нет номера ИСБН. Поэтому вот это вот очень важный момент. А получить мы его можем только в издательстве. Для физических лиц одно время вообще было запрещено, ну, закрыта вот эта возможность приобретения номера, а это тоже стоит денег немаленьких. Ну, и через издательство это, конечно, легче сделать и проще. Там мы с этим вопросом уже не задумываемся, нам все номера уже сами, все будет оформлено как надо. Но проверить обязательно нужно, чтобы на обороте титульного листа и в выходных сведениях номер ИСБН был один и тот же. По индексации, очень сложный момент для авторов, ни библиографов, ни каталогизаторов. Какие есть подробные помощники и дополнительные сервисы, я вам здесь указала. И в презентации это будет, там ссылки будут рабочие. Можно будет по ним переходить, прямо на эти сервисы. Ну, вот я вам говорила, были наши записи вебинаров и можно будет там разбирать более подробно, как это делать. Индексацию по УДК и ББК, но и все дополнительные варианты, где можно это посмотреть, сами индексы, сами вот эти классификаторы, как они выглядят, там тоже можно будет перейти и посмотреть. И по авторским знакам тоже у нас был, вот как раз про индексы и аббревиатуры для авторов публикации. Посмотрите, мы там тоже разбирали эти вопросы и подробно там тоже проходились по авторским знакам. Как работать с этой таблицей, я вам тоже там рассказывала и показывала. И это тоже у нас презентация будет, можно будет потом, кто этим вопросом озадачится, посмотреть более подробно. И еще один важный момент. В издательстве Директ Медиа присваивается не только индекс ИСБН, но и есть возможность присваивать индекс ДОИ. Еще в 2017 году вот такая новость была размещена, тогда это была новость, о начале присвоения индекса ДОИ издательством Директ Медиа. Для авторов это совершенно бесплатно, то есть дополнительную плату с вас никто за это брать не будет, так же, как за присвоение номера ИСБН. ДОИ присваивается этот цифровой идентификатор для цифровых объектов. Это немножко разные вещи. Он не заменяет собой ИСБН. ИСБН – это международный книжный номер, а идентификатор ДОИ – это место ресурса в сети интернет. Ну, если совсем по-простому сказать, он привязывается к самому тексту или к объекту. И куда бы, на какой бы сайт, куда бы ни переехала ваша публикация, ваша книга или ваша статья, при наличии номера ДОИ ее всегда по этому номеру можно найти. Вот разница между ИСБН и ДОИ. Это немножко про разное. ДОИ – про местонахождение, а ИСБН – это подтверждение, скажем, официальной публикации и для учета в системах, в книготорговых системах. Ну, раз мы пишем книгу, мы заинтересованы, наверное, в том, чтобы как авторы получать и гонорары, и роялти, и чтобы наша книга продавалась, и чтобы пользовалась спросом. И ничего плохого в этом нет, это наоборот хорошо. Но вот для этого как раз номер ИСБН и должен быть. И то, и другое в издательстве Директ Медиа обязательно присваивается. И аннотация – это тоже очень важная часть, на которую авторы иногда не обращают должного внимания, а она очень важна. Во-первых, это определение читательской адресации книги и будет связано с вашей индексацией. Пока пишете аннотацию, уже можно продумать, в какие области, в какие отрасли по индексам это можно поставить. Для поиска книги это тоже очень важно. И для продвижения. То есть аннотация, она должна быть написана коротко, ясно, четко, по сути, но интересно. Так, чтобы прочитав аннотацию, вы бы сказали, ваш читатель сказал бы, вау, я хочу эту книжку. Без этого учебника просто не жизнь. Ну и в то же время не сваливаться в такой, как сказать, инфобизнес, наверное. То есть где-то золотую середину нужно выдерживать. Поэтому написание аннотации, это, наверное, сложнее, чем написание самого текста книги иногда бывает. Как это вот в двух абзацах выразить. Поэтому еще на этапе подготовки рукописи про аннотацию обязательно подумайте. Что написать очень коротко, ясно, чтобы это было, работало на вас. А вот дальше начинается после издания, когда мы уже все согласовали, подготовили, продумали, составили, индексы из ГНДОИ нам уже присвоили. И дальше начинается этап продвижения. На данном этапе все изданные в издательстве директ-медиа книги размещаются на собственных порталах. Это университетская библиотека онлайн, это бизнес-портал, это школьная библиотека, это интернет-магазин, но в зависимости от, конечно, читательского назначения книги, либо на бизнес-портал, либо в школьную библиотеку, в университетскую библиотеку онлайн учебные пособия обязательно попадают в учебники, но и обязательно интернет-магазин. Вот ссылочки я вам сейчас дам, можно будет даже посмотреть. И здесь вы тоже можете, например, на этапе работы редакторам попросить разместить туда-то. Вот этот меня, например, не очень интересует, моя читательская аудитория в библиошколе нет, а вот на бизнес-портал вот как раз оно бы хорошо бы пошло. То есть вы можете тоже с редакторами этот вопрос обсудить. В первую очередь размещается, естественно, туда, а также дополнительно осуществляется дистрибуция через партнеров издательства. размещение книг для наших авторов осуществляется бесплатно. То есть все вот это вот размещение и продвижение это идет бесплатно. И вы сами можете полностью самостоятельно контролировать всю статистику посещений, покупок своих книг в личном кабинете. Очень часто эта информация является закрытой. Мы, например, от издательства получаем только раз в квартал, например, отчет, сколько было продаж и прочитающаяся вам сумма роялти или гонораров. А вот эти вот три месяца я не знаю, куда, как продавалось, что там происходит с моей книгой. Она идет, не идет. То есть для меня этот процесс, он закрытый. Чаще всего в издательствах он закрытый. А в директ-медиа он открытый. Через личный кабинет вы всегда можете увидеть всю статистику, связанную с вашим произведением. Читается, не читается, продается, не продается. Как продается? То есть этот вопрос весь автоматизированный, он находится у вас всегда в доступе. О том, что книга издана, естественно, нужно как можно быстрее известить потенциальных читателей и покупателей. И поэтому различные варианты продвижения книг, они издательством используются. Это есть еще возможность продвижения с помощью социальных сетей в группе издательства. Директ-медиа обязательно публикуются аннотации самых интересных книг и новинок. И, кроме того, рассылают спрайсы издательств в крупнейшие библиотеки, вузы страны. Это тоже способствует такому продвижению. Ну и, естественно, что и эту область, так же, как и некоторые другие виды работ автора, может и даже местами должен выполнять самостоятельно. То есть здесь активность автора – это тоже залог успеха книги. То есть размещать в своих группах, сетях, не бояться себя пиарить, рекламировать, не себя, а свою книгу. Почему бы нет? Это очень даже за. Очень даже хорошо делать. И еще из плюсов вы получаете свидетельство о публикации. Выглядит оно примерно будет вот так, только кусочек свидетельства, но это официальное подтверждение вашей публикации, сертификат, подтверждающий факт публикации авторского материала. Это тоже бывает важно, когда мы прикладываем эти доказательства каким-то документам. Такой сертификат можно получить. Ну и плюс, конечно же, индексация в РИНС. Это тоже может быть важно, особенно в свете последних событий, когда со скобусов и в Apple Science переходим на РИНС. Вот в этом, после официального издания книги, все данные о ней по специально подготовленному формату передаются в РИНС. Ну и обычно они включаются туда где-то от одного до трех месяцев. Но это уже сроки зависят от самого РИНСа. Да, такая возможность тоже есть. И в издательстве она авторам предоставляется. То есть у вас еще будет и индексация в РИНС. Ну и плюс, конечно же, печать по требованию, print-on-demand. Это технология печати книг на цифровом оборудовании по запросу. И сейчас сроки значительно снизились за счет новых партнерских соглашений. И в течение недели даже можно опубликовать. Но в зависимости от объема, конечно, книги. Для маленьких тиражей вот эта печать по требованию, эта технология, она более выгодна. То есть не нужно хранить тиражи книги, материалов для печати, значит, траты на хранение и стоимости работ там по логистике. Это все минимально, если есть вообще. Если они вообще будут. Ну и плюс исчезает проблема нереализованных экземпляров. То есть их просто не будет. А вы можете всегда заказывать или ваши читатели могут заказывать печатные варианты вот именно по потребностям. Ну и также авторы сами могут заказывать и реализовать экземпляры своей книги по издательской цене. Опять же, с редакторами это все можно обсудить. Каким образом это сделать. Ну и то, что я вам сказала, прозрачность, личный кабинет правообладателя. Вот это та самая возможность, которая позволяет вам отслеживать весь процесс прохождения вашей книги и что с ней вообще происходит потом. Цель этой разработки – это обеспечить и реализовать необходимый минимальный такой функционал, который давал бы возможность автору самостоятельно размещать контент. Вот то, что мы видели с вами, заявку онлайн. Контент не только книги, это могут быть и аудиокниги, это могут быть тесты, это могут быть какие-то видеосюжеты к вашим текстовым материалам. Автоматизация процесса издания, более прозрачность, большая прозрачность вот этого черного ящика, когда вы как пользователь можете видеть этапы прохождения рукописи от момента подачи до момента публикации и далее процесс ее реализации. Ну и автоматизировать процедуру публикации тестов менеджером контента, если у вас предусмотрены еще интерактивные тесты. И автор здесь может выступать в трех ипостасях. Вы можете быть независимым автором, от этого будут зависеть варианты регистрации для вас как для автора. Вы можете быть независимым автором, то есть вы не являетесь клиентом ЭБС, ваша образовательная организация не подписана на университетскую библиотеку онлайн, и вы ей не пользуетесь. Вы как бы автор со стороны. Это вы можете быть клиентом ЭБС, то есть как читатель, как преподаватель, как студент я пользуюсь университетской библиотекой онлайн, но никогда ничего здесь не издавал, то есть не имею правовых отношений с самим издательством. И, наконец, вы можете быть правообладателем. И читаем, и пользуемся библиотекой, и заодно еще что-то издавали, то есть у нас есть правовые отношения, и, соответственно, у вас может быть личный кабинет. Отсюда разные варианты, как получить этот личный кабинет. Если вы не клиент, независимый автор, у вас нет пользовательской учетной записи, в этом случае вам необходимо, как вот в первом варианте, сделать запрос, и менеджер, обслуживающий эту систему, создает вам учетную запись правообладателя и связанную с ней вот сущность правообладателя, который будет существовать в системе. Параметры созданного учетной записи передаются вам, автору, и точка входа в систему – это адрес lk.directmedia.ru. Вот так будет выглядеть ваш адрес. Обязательно будут вот эти две буковки lk, как я вам сейчас написала. И вы тогда, не являясь клиентом и не пользуясь университетской библиотекой онлайн, вы получаете просто доступ к своему личному кабинету. Если же вы являетесь клиентом ЭБС, но автором еще не выступали, то вам создается учетная запись правообладателя и связывается с вашей учетной записью пользователей. Обычно это роль преподавателя, и мы это можем увидеть вот здесь. Когда мы открываем, собственно, заходим под своей учеткой, у нас открывается вот такая выпадающая менюшка. Кликнув по своей фамилии, имени, отчеству, мы можем открыть там профиль, мой вуз, цитатник и прочие радости жизни. И вот здесь у вас будет войти как правообладатель. И тоже созданная учетная запись, она будет привязана к вашей учетной записи ВБС в этом случае. И тогда вы также сможете пользоваться личным кабинетом. Если же вы уже публиковались, уже есть у вас личный кабинет, являетесь клиентом, то никаких дополнительных действий совершать не нужно, вы просто по своей учетке заходите. Но единственное, что вам нужно зарегистрироваться как для получения личного кабинета, именно как правообладателю. И здесь вы тогда сможете увидеть все заключенные между вами и издательством договора. Вход будет по авторизации. То есть учетная запись ваша, если вы являетесь клиентом ВБС, она не сработает для открытия личного кабинета как автора, как правообладателя. Ее нужно привязать. И вот это вот как раз через вот эту авторизацию, через создание личного кабинета оно и делается. И в личном кабинете что вы сможете увидеть? Вы сможете увидеть вообще все. Структура личного кабинета, ее можно разделить на три части. Вот так вот он будет выглядеть. Три большие области. Информация о пользователе, ваше личное меню. Через это меню можно выходить, переавторизовываться. Ну вот оно вот здесь. Можно выйти или войти как пользователь. Можно сменить свои роли, выйти из личного кабинета как автора и попасть в свой личный кабинет как преподавателя. Смену ролей прямо здесь можно делать. Вводить заново логин, пароль не надо. Это все будет, так как записи будут синхронизированы, связаны, то все это будет проходить автоматически. Вам просто нужно будет выбрать роль нужную. Перейти из личного кабинета в библиотеку или назад. И вторая область. Это область главного меню. Здесь вы видите, вы видите все вкладки. Это сводный отчет, детальный отчет, квартальный отчет, документы и контент. Выбирая вкладку контент, вы сможете увидеть подразделы меню с указанием количества единиц каждого контента, который вы создали. Например, вот мы видим, что книг у этого автора 11 и создано два теста. Аудиокниг пока еще нет. То есть всю количество информации вы здесь тоже сможете увидеть и отслеживать. И третья часть. Это основная область отображения. Отображает активный раздел на данный момент. Ну, например, вот из нашего раздела контент мы видим раздел тесты. И вот здесь мы можем увидеть, перейти к редактору и здесь же работать уже с самими тестами, если вы создаете интерактивные тесты. И вот всю информацию мы здесь можем в личном кабинете отследить. Например, сводный отчет. Мы можем посмотреть прямо по договорам. Вот мы выбрали договор, номер договора. Мы можем отследить разные периоды. Периоды вы можете устанавливать сами вручную. И вот вам все показывается. Сводный отчет по договору. Сколько было просмотрено страниц? Пять страниц просмотрено. Сколько выплат за просмотры вам начислено? Вы уже сразу можете видеть хоть каждый день. Заходите, смотрите статистику. Скачиваний книги пока еще не было. Опять же, для наших авторов размещение в ЭБС книг. Если их скачивать, то вы это можете увидеть. Или заказаны печатные версии. То же самое в магазине Директ Медиа. Сколько было заказано печатных версий? Сколько выплат за печать? Выплаты за скачивание? Сколько было, если в коллекциях размещается просмотры на коллекции? Если они у вас есть и так далее. То есть вы всю статистику можете отслеживать в режиме реального времени. Сколько чего, как происходит с этой книгой. И, соответственно, увидеть свои доходы. Может быть, это сводный отчет. Может быть и более детальный отчет. Например, вот у вас по скачиваниям. Скачиваний вообще по действиям с вашими произведениями. Скачиваний вообще не было. Если у вас не одна книга, а несколько. Вот у вас сразу показывается, какую книгу, сколько раз просматривали, какой процент и какие выплаты у вас на данный момент начислены. То есть вы сразу можете уже по ходу понимать примерный размер ваших авторских гонораров, которые вам выплачиваются. И самое главное, вы можете эту всю статистику увидеть здесь. И сравнить с тем, что вам приходит. Да и начисляется с тем, что отображается в личном кабинете. Это очень удобно для пользователей. И, честно говоря, я пока такого в издательствах, ну, может быть, где-то есть. У меня пока не встречалось как автору. Чтобы вот так я могла бы отслеживать вообще, что происходит с моей книгой. Ну и по документам. Все договора, они сохраняются здесь. Вот он, статус отображается здесь. Здесь вы можете выбирать. Есть активные договора, те, которые находятся в работе, и те, по которым уже как бы работы завершены. Они переходят в разряд архивных. И вы тоже можете все равно увидеть даже данные по этим архивным. И в случае необходимости поднять эти договора. То есть все максимально прозрачно и доступно для вас. Марин, да, очень удобно. И мне, например, как автору этого очень не хватает в других издательствах, когда я не знаю, что там происходит. И, собственно, так же, когда ваша книга принимается к рассмотрению, проходит весь издательский цикл, вы тоже по статусам можете отследить, что происходит с вами. Ждоговор будет, когда принимается в работу, с вами же заключают договор, а не просто так. Давайте мы сначала издадим, а потом с вами договор заключим. Наверное, не так. Вы всегда можете это отслеживать. На каком этапе находится, меняется статус, не меняется. Можете написать или позвонить редактору, и сказать, ай-яй-яй, вот вы мне сказали, что вот там вот, а почему у меня статус не поменялся, или наоборот, что-то поменялось, а вы сказали, что нет. Это тоже очень важная обратная связь от пользователей личного кабинета для совершенствования разработки. Потому что технические вещи, интернет – это такая штука, сами знаете, где-то что-то сбилось, и что-то не работает. Это не значит, что система плохая или ай-яй, разработчики дурака валяют. Нет. Они могут не увидеть этот маленький сбой. И это уже от нас, от пользователей зависит. Мы им написали, сказали, ребята, а вот почему здесь вот так? Ой, и поправили. Все, заработало как. Изнутри разработчик этого может не увидеть. Сама как разработчик сайтов тоже могу сказать, когда с этим сталкиваешься, что-то видно со стороны. Поэтому обратную связь обязательно давать. Ну, вот это вот то, что это стало часть наглядной и доступной для пользователей, это очень важный момент. Ну, вот вам, пожалуйста, по книгам. Обязательно только смотрите, вот где мы находимся. Это вот все документы. А вот структура по книгам. Мы можем посмотреть вообще весь свой контент. Вот они, наши книги. Вот они, 11 книг. Вот они размещены. Вот их ID. Вот все номера договоров. Да, вот они идут. Один договор или там разные номера. И вот статус. Мы можем тоже выбрать, что продается, что находится в работе, что на согласовании и так далее. И можем сразу по статусам делать выборку по разным критериям, по разным фильтрам. Это тоже очень удобная вещь. То есть все максимально прозрачно для пользователя становится и можно отслеживать. И весь цикл. И самое главное, что происходит с книгой дальше. Как происходит. Во всех деталях вы можете открывать разные вкладки вашего личного кабинета и вся информация вам доступна. Вплоть до того, за выбранный период вообще смотрели или не смотрели вашу книгу. Студентов хорошо так контролировать. За неделю вы должны прочитать такую-то главу к следующему занятию. Они приходят и бьют себя в грудь кулаком, говорят, что мы заходили, мы читали, ничего не поняли. Вы открываете, а у вас ноль просмотренных страниц. Попались, голубчики. Но вы посмотрели в своем личном кабинете. Такая тайная информация для вас. Смотрели или не смотрели. По ключевым преимуществам работы. Во-первых, это индивидуальный подход. Вот все, что касается цены, коллеги, это обсуждать уже с редактором. И лучше всего, отправив свою заявку или на электронную почту, отправив макет или хотя бы бизнес-план своей книги. Чтобы можно было предельно конкретно уже обсуждать и возможные льготы, и возможные скидки. И там очень хорошие скидки могут быть, если очень хорошие, подготовленное, качественное издание и еще по какой-нибудь, например, редкой, но востребованной теме. Вот это вообще прям класс. Но даже если это не так, и даже если у нас тема-то много учебников по этому направлению, но ваша отличается, а он будет отличаться. Обязательно. У вас же будет какое-то уникальное предложение, что-то такое, чего нет ни у кого. Обязательно будет. Больше, чем уверена. Поэтому можно... Вот это все обязательно нужно обсуждать уже с редакторами на этапе согласования. И возможности подачи заявки онлайн. Это большой плюс. Вы можете не спеша все подготовить, отправить, через неделю написать или позвонить редактору и уточнить, если не получили положительного ответа, что там с моей книжкой происходит. Присвоение ДОИ тоже большой плюс. Печать он-деманд. Всегда печатные экземпляры в нужном количестве можно получить, не переплачивая лишнего. По издательской цене для авторов ЭБС. Личный кабинет пользователя вообще шикарная вещь. Это полная прозрачность работы с документами и со своим контентом. Ну и вот все основные три этапа, которые мы проходим, они здесь визуально отображены. Плюс я вам обещала показать возможность, а как можно бесплатно, вообще бесплатно получить возможность публикации. Есть такой конкурс для авторов. Второй, сейчас уже второй всероссийский конкурс учебных пособий доктора Нобелес. Для преподавателей образовательных организаций высшего образования, для сотрудников различных и авторских коллективов различных научных институтов, исследовательских институтов и так далее. Для любых ученых-специалистов любой ведомственной принадлежности, пожалуйста, самое главное условие, это должно быть. Либо учебник. Вот кто у меня спрашивал про учебник на английском языке. Вот, попробуйте. Это должен быть учебник или учебное пособие. Либо опубликованный, можно подавать опубликованный, но в прошлом году, не ранее 22-го года, чтобы значилось издание там свежее. Либо то, что важно для нас с вами, не опубликованное. Вот вы подготовили рукопись, а еще не опубликовали. Вы ее тоже можете подать на конкурс. Еще одно условие. Только одно пособие или один учебник. Нет, ну если у вас будет несколько сотрудников от одной кафедры, несколько преподавателей, и каждый подаст по одному учебнику, наверное, это можно сделать. Если это не соавторский коллектив. На время конкурса размещение в ЭБС университетская библиотека онлайн предоставляется для всех конкурсных работ. То есть его уже будут читать, его уже с ним можно познакомиться, и уже можно составить план покупки вашей книги на будущее, пока он еще проходит конкурс. Что для победителей, и в какие сроки это осуществляется? Ну, во-первых, оценка проводится и редакционным советом, да, будет от издательства Директ Медиа, это организованный этот конкурс издательством, и координатором является издательство. Соответственно, используется экспертная система РАН. Эксперты – это наши ученые, ведущие специалисты различных отраслей науки, редакторы издательства Директ Медиа, ну и, конечно же, генеральный директор издательства, тоже как член и председатель жюри у нас, естественно, будет тоже. До 15 июня важно подать свою работу, и до 1 сентября подводятся итоги. То есть к началу нового учебного года вы уже выходите с неким результатом. Что для победителей? Денежные призы, да, более подробно посмотрите на, ссылочку я вам сейчас скину на страницу конкурса, почетное членство, вот я вам говорила про экспертное сообщество ЭБС Университетской библиотеки онлайн, становитесь экспертом. Безлимитный доступ к... Кто-то у меня спрашивал, Елена, как получить доступ к книгам, расположенному в Университетской библиотеке онлайн. Участвуйте в конкурсе, и будет вам в случае победы безлимитный доступ к ЭБС на 10 лет. И самая главная преференция для нас с вами публикация ранее неизданных работ, принятых на конкурс, с заключением договора на публикацию, вот со всеми теми плюшками, о которых мы с вами говорили, для всех участников конкурса. Для этого важно просто подать свою работу на конкурс. И неважно, войдете вы в состав победителей, в первую десятку, во вторую сотню, в третью тысячу, неважно. Вы подали свою работу на конкурс, она ранее не публиковалась, это ваша неопубликованная работа, и вы можете получить бесплатную публикацию только при оформлении документов и выдвижении своей работы. Не забудьте напомнить коллегам, принимающим ваши заявки, что вы хотели бы получить публикацию бесплатную за участие в конкурсе. Эта возможность есть, но опять же для тех, кто изъявит желание. Поэтому не сильно дляйте желание сразу. И вы получаете и участие в конкурсе, а кто знает, может, вы и победите. Знаете, иногда не рассчитываешь, а потом вдруг раз, говорят, о, а у вас работа-то шикарная, а вы удивляетесь, ну ничего себе, надо же. Почему нет? И второе самое главное – бесплатная публикация. Ну пользуйтесь теми возможностями, которые есть в издательстве. Это не страшно. Ну мы же все равно издавать эту книгу планируем, мы все равно ее будем издавать. Так зачем за деньги, если можно бесплатно? А вдруг ее кто-то… Ну мы же ее издаем для того, чтобы ее все читали. Так что не стесняйтесь, присылайте работы, договоры, все будет в вашем распоряжении. И еще одна возможность – это открытые монографии, как свою книгу продвинуть. Вот 17 мая у нас будет вебинар, там я уже более подробно вам именно про открытые монографии расскажу. Как этим сервисом пользоваться и какие возможности для наших уже опубликованных, неопубликованных книг они имеют. И что здесь мы еще полезного для себя, как автора, можем подчеркнуть. Но это уже немножко… Но это уже, как говорят в сериалах, другая история. Это 17 мая. А пока мы с вами нашу сегодняшнюю встречу завершаем. Все контакты я вам здесь привела. И еще полезное… Полезное-полезное обещала вам про презентацию сказать. Так, сейчас… Вот, сейчас я вам покажу. Вы мне только напишите, пожалуйста, коллеги в чат. Напишите мне, пожалуйста, видно ли… Да, сейчас недоступный сертификат, я вам чуть попозже скажу. Да, ссылку сейчас вам дам. Вот посмотрите, видно ли… Видно, видно, вижу. Вот такая страничка. Вот здесь размещена вся информация по университетской библиотеке онлайн, вебинары, которые на эту тему провожу. Я их вам здесь выкладываю. Всю-всю-всю полезную информацию. И вот они, и презентации. Вот по системе каталогов у нас было, по издательским коллекциям. Остальные потихонечку доложу. Здесь и презентации, и масса еще других полезностей и записей вебинаров. И вот как стать автором издательства Директ Медиа. Сегодняшний вебинар я его вам прямо сюда выложила. Вот кликаете, сразу переходите на страницу, вот сюда, к этому разделу. И вот она кнопочка, вот прям подать заявку, вы переходите на страницу конкурса. Вот она. И прямо здесь можно уже подавать заявку, можно все подробности уже узнать, изучить. Дальше пошла презентация. Если есть какие-то ссылки, были на слайде, они вот здесь под слайдом будут подписаны, вы их сможете увидеть. Просто пролистываем презентацию, смотрим все картинки. Последний слайд я вам вывела с адресами, чтобы вы могли их посмотреть, забрать. Еще отдельно текстом тоже напишу, чтобы сразу можно было копипастом забрать и использовать. И вот дополнительные материалы. То, что я вам рассказывала про УБК, УДК, на что обращать внимание, вот они тоже у вас здесь. Здесь я их вам привела. И вот отсылочка, где смотреть подробнее про ИСБН. Вот здесь подробнее все расписано, как чем пользоваться. Вот они, ссылки здесь рабочие. Вот они приведены по сервисам. И еще сегодня туда добавлю записи вебинаров по УДК и ББК, которые у нас были. То есть вот этой вот ссылочкой спокойно можете пользоваться. Можно здесь все лазить, изучать. И назад, чтобы вернуться, слева внизу есть такая галочка носиком вверх. Она вас обратно к содержанию будет выбрасывать. Вот такой вот небольшой ресурсик для вас сделала к сегодняшнему вебинару и вообще для всех, кого интересует ЭБС и как ей пользоваться. Туда будем собирать. Вот, называется это подсказки для пользователей ЭБС, но доступна для всех, кто даже пользователем не является. Вот ссылочка на эту подсказку. В нашей группе Директ Академия ВКонтакте и в комментарии я тоже размещу, где можно будет смотреть эти подсказки. Вот эту ссылочку. И ссылка на конкурс вы у меня просили, да? Вот, вот ссылка на конкурс. Там подавайте быстрее. Сейчас я проверю. Она? Она. Она самая. Плюс следите за рассылками. На почту будут приходить рассылки. И по конкурсу тоже отдельно, по-моему, уже была одна рассылка еще будет приходить. И в наших группах библиография для не библиографов Директ Академия и обязательно тоже информацию про конкурс мы разместим, оттуда можно будет перейти. Но у вас, как у участников вебинара, есть преимущества. Вы вперед всех можете воспользоваться этой возможностью, пока остальные еще раскачиваются. Поэтому больше шансов получить все преференции. И про сертификат, коллеги. Сертификат об участии в этом вебинаре будет готов через некоторое время после того, как мы закроем вебинарную комнату. Ссылку я вам даю. Кто-то у меня уже сбегал, я видела, на страницу выдачи. Пока мы не закрыли вебинар, с вами сертификат там не появляется. Поэтому не волнуйтесь. Как только сертификат будет готов, вам на почту придет письмо-уведомление, что сертификат готов. И вот тогда из письма вы тоже спокойно можете зайти на страницу выдачи, ввести свои данные, лучший адрес электронной почты, которые при регистрации на вебинар указывали. Выбрать, перейти, выбрать способ оплаты, оплатить. Затем закрывайте все, прям все, что открывали, все вот эти странички с сертификатами, закрываем. И еще раз из письма заходим по ссылке. Выбираем. Повторяем те же шаги, как для оплаты мы только что делали. Возим данные, выбираем, переходим. И вместо кнопочки оплатить у вас появится кнопочка скачать. Скачивайте себе на устройство. Все, техника там, технология проста. Самое главное, не волнуйтесь, если кнопочка скачать появится не сразу. Это может быть, пока из одного банка деньги глубиной почты иногда доберутся до банка получателя, кнопочка не появится. А это может занять какое-то время. У кого-то сразу моментально, у кого-то может там пара часов даже пройти. Поэтому не переживайте, если у вас пришло уведомление, деньги списались, а кнопочка не появилась. Вот здесь за сердце хвататься не надо, в панику не впадаем. Просто ждем. Если на следующее не появилось, все закройте, спокойно занимайтесь своими делами. Если на следующее утро не появилось, вот тогда, пожалуйста, в ответ на письмо уведомления напишите. Оплату приложите подтверждение платежа. И обязательно укажите, за какой вебинар число, название или фамилию спекера. Число и фамилию спекера или число и название. Чтобы нам сориентироваться и посмотреть, что у вас произошло, почему не прошла оплата. А если есть подтверждение платежа, то мы вам документы отдадим, сертификат. А дальше уже будем разбираться, что там произошло. Ну вот, в любом случае, сохраняем спокойствие. Все это решаемо на самом деле. И не повод впадать в панику и тратить нервные клетки. Вот, теперь точно все. И, коллеги, всем большое спасибо, кто сегодня был. Следите за информацией о конкурсе. В нашей группе Директ Академии обязательно ее размещу. И в нашей группе Библиография для небиблиографов тоже повторю ВКонтакте. Слайд с почтой. А вот слайды со всеми почтами и здесь. А с моей сейчас я вам напишу. Кто-то у меня просил почту, куда можно мне написать. Мне можно вот сюда написать. На этом, коллеги, мы с вами нашу сегодняшнюю встречу завершаем. Всем хорошего дня, всем большой удачи. Следите за новостями издательства Директ Медиа. Там постоянно какие-то интересные события происходят. Не выбрасывайте рассылки, не читая. Сначала посмотрите. Потому что вот такие полезные вещи могут пройти незаслуженно мимо вашего внимания. Ой, Евгения Юрьевна, спасибо большое. Всем хорошего дня. Берегите себя, берегите своих близких. А мы вас ждем на наших следующих вебинарах проекта Директ Академии. Всем счастливо. Всем удачи.